Думаю, многие из вас впервые в таком количестве их увидели. Потрясающее зрелище. Но сразу у меня возникло некоторое, не то чтобы сомнение, но опасение за то, что вот это зрелище окончательно сделает наши планетарии местом развлечения, а не просвещения. Все-таки хотелось бы, чтобы сохранилась та струя, которая была в старые годы, когда в планетарии люди шли за знаниями, за консультацией. Они могли найти в планетарии, находили людей, которые науку знают гораздо глубже, чем школьный учитель, чем школьный учебник, и не менее глубоко, чем профессиональный астроном. И в этом смысле, конечно, планетарии сейчас меняют свой ориент. Понятно, экономика, надо зарабатывать, надо развлекать, нужна конкуренция с тридокинотеатрами. И все-таки, дело в том, что мы все меньше рассказываем о том, как это делается. Мы показываем анимацию, как черные дыры летают, галактики сливаются. Но когда, вот только что Антон Владимирович Засов здесь выступал и спросил, есть ли вопросы, вопросов не было, никто не спросил, как это делается. Мы в стране вообще потеряли память о том, как это делается. Мы забыли, как космические аппараты запускают к другим планетам. И новые поколения инженеров уже не знают, как это делается. Многие технологии забыли. Вот мне стыдно признаться, я сейчас о телескопах буду рассказывать. Наш институт заказал себе новый телескоп не на российских предприятиях, а на французских и китайских. Мы забыли, как это делается. Страна забыла, как делаются современные телескопы. И многие технологии потеряны, и мы даже желания не имеем уже вспоминать, как это делается. Мы еще помним, как нефтегаз добывается, а все остальное покупаем. Немножко обидно. И хотя бы вот в рамках таких особых учреждений, как планетарии, хотелось бы рассказывать людям о том, как это делается. Поэтому я лекцию как раз, вроде узкая тема, телескопы. Только телескопы. Не то, что они видят, а то, как они видят. Но желательно, чтобы люди, ну, новое поколение ребят шло в инженерию и понимало, как это можно сделать. Когда мы читали... Раньше, помните, общество знания было? Говорят, оно и сейчас есть, но что-то толпы не мало. Раньше нас с лекцией популярными отправляли в некоторые соц. страны, которые еще помнили, что такое капитализм. Германия, Венгрия. Так вот, на всех лекциях, когда я рассказывал достижения космонавтики, астрономии, вопросы из зала были. Как это сделано? Я всегда удивлялся, а вам-то это зачем? У вас нет космонавтики, там, ГДР, да и астрономией вы не сильно занимаетесь. Нет, говорили они. Мы ремесленники. Мы должны знать, как это делается. Как мы можем это сделать и выйти на первые позиции. И они вышли на первые позиции. Мы оставим сейчас далеко поздравление. Вот, ну, не сочтите это таким вот старческим прижжением, но хотелось бы, чтобы планетарий по-прежнему в лице своих сотрудников знал, как все эти красивые картинки получаются, чтобы новое поколение инженеров наших, отечественных, могло это не только видеть на трехмерных и купольных экранах, но и самостоятельно осуществлять и получать эти результаты научные. Ну, а теперь к лекции. Продолжение следует...